Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Илон Маск и Джефф Безос – это два самых богатых человека не только в США, но и во всем мире. И только что они опубликовали свое ужасающее предупреждение. Они предупреждают весь мир, что произойдет с экономикой, акциями, биткоином и людьми в ближайшие 12 месяцев. Тебе обязательно стоит обратить свое внимание на это. Ведь одно дело слушать таких сумасшедших ютуберов, как я, а другое дело прислушиваться к аналитике самых богатых людей на Земле. И эти люди говорят, что ситуация ухудшается. Да, мы видели некоторый отскок на рынке недавно, видели эту огромную волатильность, но это всего лишь массивный шорт-сквиз, учитывая, что инфляция ухудшается, десятилетние облигации растут, а процентные ставки повышаются все больше и больше. Мы еще даже не почувствовали настоящую боль на этом рынке. Но давай не будем тратить время на длительные вступления, а перейдем к теме видео. Кстати, буду рад, если ты прямо сейчас поставишь лайк и оставишь комментарий под этим роликом. Я достаточно долго не выходил в эфир, и это поможет алгоритмам ютуба вспомнить о моих видео и начинать предлагать их заинтересованным зрителям. Поэтому твоя активность очень мне поможет. Давай наберем хотя бы 3000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Итак, посмотри на это. Илон Маск говорит о приобретении Твиттера, а также о возможной рецессии после отчета о доходах Тесла. Вспомни, в начале этого года Илон Маск уже прогнозировал рецессию. Он говорил, что она в этом году просто-напросто неизбежна. Я снимал об этом видео в самом начале этого года, 1 января 2022. И как ты можешь увидеть, он был прав. И если ты был подписан на мой канал в начале года, для тебя эта рецессия не стала сюрпризом. Теперь же она начинает сказываться и на самой компании Тесла. Их показатели оказались не такими хорошими, как ожидалось. Не все их цели в этом году достигнуты. Маску даже пришлось сокращать штат. Все это привело к падению акций Тесла. Более детально. Тесла сообщила о выручке в 21,45 миллиарда долларов, вместо ожидаемых почти 22 миллиардов долларов. Проблема Теслы в том, что она не может достичь ожидаемых результатов тогда, когда большинство инвесторов ожидает, что она их наоборот превзойдет. И это большая беда для многих инвесторов, которые превращают свои инвестиционные стратегии в некий культ. Из-за этого они могут потерять абсолютно все. Например, культ инвесторов в Теслу, культ инвесторов в NFT, культ инвесторов в DogiCoin, культ инвесторов в Cardano и так далее, и так далее, и так далее. Что ж, я тоже этим страдаю, ведь я участвую в культе инвесторов в Биткоин. Но культ Теслы является одним из самых больших. Инвесторы таких культов в прошлом ноябре-декабре после падения рынков писали, что я продаю все, что у меня есть, и покупаю Теслу на всю котлету. После этого сегодня они потеряли практически все имели, потому что акции Тесла обвалились еще в два раза после ноября и декабря 2021 года. Посмотри на это, акции Тесла достигали пика около 4-10 долларов, а сейчас они обвалились в два раза и стоят всего лишь 200 с чем-то долларов. Так что, ребята, лучше не становитесь инвестором культа. Это может вас разрушить. Я никогда не покупал, например, облигации. С моей точки зрения они находятся в пузыре, но если они обвалятся однажды на 80%, я куплю их. Если акции упадут на 50%, я куплю их. Вот как я действую без фанатизма. Хотя в случае с Биткоином, признаюсь, он у меня есть. Запомни, обвал рынков не означает уничтожение капитала или богатства. Он означает течение капитала из одних рук в другие. Поэтому тебе нужно не просто быть терпеливым фанатиком, но находиться в постоянном изучении, обучении и самообразовании. Не всегда будет настолько же хорошее время для накопления активов, ведь каждый актив всегда переживает некий рыночный цикл. Но давайте вернемся к предупреждению Илона Маска. Акционеры Тесла спросили руководителей Тесла о макроэкономических проблемах, которые влияют на их бизнес в Китае и за его пределами. Вот это уже интересно. Мы видим, как в Китае сегодня до сих пор происходят коронавирусные локдауны. Они закрывают целые города, а компании покидают Китай. Ты же помнишь, что Китай не только вторая экономика мира, но и самый большой производитель в мире. Поэтому, если они будут сидеть в локдаунах, это будет очень больно для всего остального мира. Китай переживает своего рода рецессию, говорит Илон Маск, в основном на рынках недвижимости. И в Европе наблюдается своего рода рецессия из-за энергетического кризиса. Также Илон Маск добавил, что Северная Америка пребывает в довольно хорошем состоянии, несмотря на чрезмерный рост процентных ставок. Однако, по мнению Илона Маска, ФРС вскоре поймет это и начнет снижение процентных ставок. Таким образом, ребята, Китай, вторая экономика мира, находится в рецессии из-за кризиса недвижимости и локдаунов. Европа при этом находится в рецессии из-за сумасшедшей инфляции и кризиса энергоносителей. А самая большая экономика мира, хотя и выглядит лучше остальных, но находится в рецессии из-за того, что долги стали слишком дорогими. И когда рынок недвижимости в Америке повторит кризис китайского, рецессия американской экономики станет намного хуже. Илон Маск надеется, что ФРС США этого не допустит и начнет понижать ставки. Но он не говорит, когда, когда это произойдет. Это не случится в 2023. А Илону Маску все равно придется продать свои активы на сумму в 44 миллиарда долларов для того, чтобы купить Твиттер. И, возможно, он уже это делает прямо сейчас. И угадай, к чему это может привести. Что может случиться с рынком? Продажи на 44 миллиарда долларов. И ты скажешь, ну это же Илон Маск. Он про эту рецессию уже год рассказывает. Но дело в том, что не только Илон Маск об этом говорит. Посмотри, что говорит Джефф Безос. Он предупреждает о состоянии экономики и говорит, что время готовится к худшему. Основатель Амазона Джефф Безос стал последним миллиардером, который предупредил о состоянии экономики, предупредив, что впереди, вероятно, более тяжелые времена. Позже я покажу тебе шокирующую информацию, которая говорит нам о том, что это не просто спекуляции и блеф. Джефф Безос написал. Да, есть вероятности в экономике, которые подсказывают нам, что нужно готовиться к худшему. Это, кстати говоря, подтверждает и генеральный директор Goldman Sachs в интервью CNBC. В новом отчете Bloomberg Economics сделан вывод, что вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев в США достигает 100%. Аналитики Bloomberg считают, что в следующем году почти наверняка начнется спад экономики. И об этом я сам предупреждаю уже почти 10 месяцев. Инфляция останется высокой, процентные ставки будут продолжать расти, будут происходить массовые банкротства и дефолты. Это уже происходит. Все эти зомби-компании не просуществуют долго без финансовых вливаний, без дешевых долгов в условиях повышенных процентных ставок. Соломон, глава финансового гиганта Суэлл-Стрит, сказал, что корпоративным лидерам и инвесторам пора осознать нарастающие риски и подготовиться к ним соответствующим образом. И генеральный директор Джей Пи Морган Джейми Даймон также предупреждает о предстоящих проблемах, заявляя недавно, что ситуация очень и очень серьезная и что в ближайшие 6 месяцев в США может начаться рецессия. Некоторые люди, и я в том числе, могут подумать, что мы уже прошли пик страха и капитуляции, и на самом деле уже наступает время для роста. Но как мы видим, к сожалению, многие инвесторы на Олл-Стрит все еще находятся на стадии отрицания, а значит придется еще немного потерпеть. И теперь я хочу показать тебе шокирующий отчет, который отражает реальное положение вещей все куда хуже, чем мы думали. В Великобритании кризис пенсионных фондов. Во-первых, они уже просят денег у корпораций. Кроме этого, они готовятся продавать свои активы, а это давление на рынке. Далее инфляция бьет 40-летние рекорды, а тут еще и риск Третьей мировой войны подъехал. Но кроме этого, посмотри на этот отчет. Вот это действительно шокирует. Инвесторы с классическими портфелями 60 на 40 столкнулись с худшей доходностью в этом году за последние 100 лет. Если что, стратегия 60 на 40 означает портфель на 60% состоящий из акций и на 40% из облигаций. Это классическая инвестиционная стратегия в Соединенных Штатах. Теперь посмотри на этот график. Вот что на самом деле шокирует. Видишь, вот это падение вот здесь. Это был 1929 год. Времена Великой Депрессии. Теперь посмотри на вот эту красную диаграмму вот здесь. Это то, что происходит сейчас. Где мы находимся? Прямо на данный момент. И сейчас хуже. Сейчас хуже, чем во времена Великой Депрессии 100 лет назад. Ты просто осознай это. Происходит самый большой крах в истории. И как известно, самые большие крахи не происходят быстро. Обычно они растягиваются на много-много лет. Но что же это все значит для тебя простыми словами? Это значит, что элита мира, тот самый 1%, они знают, что это еще не конец. Они знают, что процентные ставки продолжат расти. Они знают, что нас ожидает огромная волатильность. И они знают, что нужно готовиться, потому что фондовый рынок еще не достиг своего дна. Потому что мы еще даже не вошли в официальную рецессию. Но вот когда войдем, тогда-то и можно будет говорить о достижении дна этого краха. Тем не менее, я считаю такие времена идеальным шансом накапливать активы подешевле. Поэтому я воспринимаю это достаточно позитивно, что ли. На этом все. Спасибо за просмотр. И увидимся в новых видео. Меня зовут Богатейший Ди. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok